Как эффективно работать с окружением? Я набрал команду к себе в компании, которые вообще не знают, кто я такой. Во время моих геройских побед они ходили в садик. Если бы можно было оставить всего одного спикера, кого ты обставил? Ким Кардашьян, все понятно. Илон Маск, аферист. Цукерберг, работает на ЦРУ. А Шварценеггер? После ужина с ним я понял его причину успеха. Чему учиться в 2023 году? Впасть в позицию ученика перед 18-летней девочкой, у которой получилось, это способ вырасти. И предприниматели, кстати, у которых обороты 10 миллиардов в год, они учатся и не выебываются. А что такое успех для тебя? Заработать так, чтобы никогда не работать, это не мой герой. Мы просто хотим дезрабкнуть сектор образовательного. Моя мечта, что олимпийские на лекции собираются чаще, чем на басту. Шансы есть. Ты авантюрист? Там, где большие риски, там и большие и риски. Дед, иди спать. Пошли играть в Sony PlayStation. Гриша, привет. Привет. Ты, конечно, легенда образования России. Звучит, как человек очень старый. Примерно так. Которому мало осталось. Подожди, про это мы сейчас с тобой поговорим. Но, когда я выложил пост какое-то время назад, когда ты меня спросил, а чьи портреты у тебя висят на стене, каких легендарных персонажей. И я тогда потерялся и говорю, слушай, вообще это важно, почему ты считаешь это важно. И стал думать, размышлять и стал как раз обозначать, кто у тебя. И все такие, поговорите с Григорием на эту тему, это безумно интересно. Кто у тебя на стене и зачем они тебе? У меня на стене Королёв, потому что это был космический прорыв, это был человек очень большой ответственности, это был человек, который обеспечил прорыв в индустрии, именно он. То есть он. Без него не было бы прорыва в индустрии вот в этот период времени. И то, что он сделал, сейчас не поддается никакому моему личному пониманию, потому что запустить человека в космос, используя компьютер с вычислительной мощностью калькулятора, невозможно. Никому. И когда мне, моя команда или я сам перед собой ставим какую-то задачу, которая кажется невыполнимой, мы начинаем вспоминать задачу Королёва и понимаем, что в принципе у нас нет невыполнимых задач по сравнению с теми задачами, которые решал он. Че Гевара висит, потому что пассионарий с очень большой пассионарной энергией, не сидящей на месте, что привело, конечно, к печальным последствиям для него, но вот энергия была очень мощная, просто вектор был не совсем точный. И что тебе Че даёт? Че даёт понимание… Че – это, знаешь, для меня такой нетривиальный кремниево-долиновский… В кремниевой долине есть такое понятие, когда ты запускаешь стартап, ты идёшь дизраптить рынок, дизрапт. И Че – это тоже про дизрапт очень больших систем. И когда я смотрю на Че, я думаю всегда о стартапе, о своём, и думаю о том, что вот есть, например, такой человек, Эрнесто Гевара, который дизраптил большую систему, а мы, когда идём со стартапом, мы тоже хотим дизраптить. И наш дизрапт, он не такой амбициозный, как у него, потому что после его поездки на мотоцикле по Латинской Америке он задумал о дизрапте целого континента. И это очень амбициозно, очень классно. Наш дизрапт менее амбициозный, мы просто хотим дизраптнуть сектор образовательный. Почему ты слово на русском не используешь? А непонятно, потому что там русский перевод – это разрушение, а это не совсем про разрушение дизрапт. Дизрапт – это разрушение и привнесение чего-то нового, что разрушит старое, и появится новое, и нет прямого перевода, непонятно, как в прямую перевести дизрапт. Ну, Талеб антихрупкостью это назвал. Ну, это именно вот что-то есть, ты пришёл и сломал это. И оно стало лучше. И оно стало лучше, да, и потому что ты что-то привнёс. Обязательно нужно ломать, чтобы стало лучше. Ну, как показывает практика, все ключевые компании текущие, все самые дорогие компании мира вот сейчас, они дизрапнули индустрию. Uber дизрапнул индустрию такси, Tesla дизрапнула индустрию автомобилестроения. Там короткие видео, шортсы, тик-токи дизрапнули, дизраптят сейчас индустрию социальных медиа. Ватсап и Телеграм дизрапнул соцсети, потому что люди проводят в Ватсапе и теперь больше времени, в мессенджерах больше времени, чем в соцсетях они забрали внимание человека. Телеграм чуть-чуть дизраптит Ватсап, и на каких-то рынках их побеждают, глобально проигрывают, поэтому дизрапт – это вот такой неизбежный способ что-то улучшить. Третий. Так, кто у меня висит? Что? А, Илон Маск, конечно. Да, наш любимый авантюрист. Кто у меня висит, Илон Маск? Наш любимый авантюрист. Почему авантюрист? О, Илон прекрасен, конечно, я его последнее интервью смотрю просто с упоением. Интервью BBC, интервью NBC – это просто шедевры, это просто прекрасный человек. Илон всем хорош. То есть, он сочетает в себе, то есть, это, безусловно, сочетание Королёва и Че Гевары, два в одном, по уровню авантюризма, по уровню амбициозности, сложности проектов, которые он взваливает на свои плечи. Это, конечно, уникальный человек с большим количеством слабостей, которые очевидны, то есть, видны все его слабости. И они очень привлекают, потому что он, в отличие, например, от Цукерберга, для меня не машина. Цукерберг для меня машина. То есть, я никогда не стану как Цукерберг, без шансов. То есть, Цукерберг, видно, что он, по-моему, вообще нет слабых мест у чувака, то есть, машина. Даже когда он говорит, непонятно, не человек разговаривает, а Маск, когда говорит, видно, что разговаривает человек. И видно, что промахивает человек. И его покупка Твиттера, и вот искренняя вот эта подача, что я в какой-то момент уже не хотел покупать Твиттер, и меня заставили, и эта ошибка, и эта ошибка на миллиарды долларов, это же удивительно привлекает. Потому что ты видишь слабого человека, с которым, кстати, Тим Кук не хотел пить кофе. Вот великий Илон Маск, который уже создал Тесла, он только что там вышел, сделал экзит из Пейпала, и он создал Тесла, и он ищет встречи с Тимом Куком, и Тим Кук с ним не встречается. Я примерно понимаю, почему. Потому что долина, она очень консервативная, и для консервативной долины, наверное, Илон Маск, он слишком авантюрист, слишком. Он вот действительно там, он в Техас уехал, он сейчас там вот в Остин перевез всех своих, он больше вот туда, не долиновский чувак Илон Маск, а слишком авантюрный. Его твиты, которые могут обрушить или поднять, это ненормально для долины, они аккуратные очень, ребята. В долине все как ты, очень аккуратные, спокойные, тысячу раз подумают, прежде чем что-то сделать. А Маск – это вот такой человек, да, со своими слабостями, который, безусловно, ну, безусловно является таким одним из, ну, таких, знаешь, амбассадоров успеха для меня. Вот, я вот так смотрю на Маска и думаю, ну, это референс. И как у него работает мозг, как у него работает мышление, как он в своем интервью, в каждой своей фразе продает себя инвесторам, а он продает в каждой фразе инвесторам. Все, начиная от того, что он работает, значит, что у него за год было два выходных. Это даже не важно, правда это или нет. Я думаю, что, скорее всего, нет, но он же это говорит, потому что он продает себя инвесторам, потому что ему надо новые деньги поднять, там, на Теслу. И инвесторы говорят, о, молодец, два выходных в году, дадим ему денег. То есть, с другой стороны, он может споткнуться и покурить травки. И вот это, знаешь, такой несовершенный, неидеальный человек со слабостями, который, ну, там, достиг цифры в оценке 250 ердов при всех своих слабостях, при том, что может себе травку позволить. Цукерберг же не может, ни при каких обстоятельствах, понимаешь, а этот может. Вот этим привлекает Маск. Слово «авантюрист» в российской действительности воспринимается скорее с таким, знаешь, каким-то негативным шлейфом. Да. А ты авантюрист? Ну, нет предпринимателей, которые активно достигают каких-то результатов, не авантюристов, не существует вообще, чтобы было понятно. Предпринимательство сопряжено с колоссальными рисками, колоссальные риски – это авантюризм. Если ты идешь на колоссальные риски, это всегда авантюризм. Я авантюрист, все мои друзья-предприниматели, которые дизраптят, пытаются дизраптить, растут, они все авантюристы, потому что ни один нормальный человек с нормальной психикой не возьмет на себя такие риски, которые берет на себя предприниматель по всему миру и в России особенно. Ты человек, очень увлеченный шахматами. В шахматах есть место для авантюризма? Да, безусловно. Самый большой авантюрист и романтик одновременно, романтика и авантюризм в шахматах – это тоже синоним. В шахматах был Каспаров, как и в жизни, потому что играл он очень остро, резко, не шел на ничейный результат. И на пике осуществлял очень острые, рискованные, нестандартные ходы, которые противоречили теории. На его пике компьютер не был еще так силен, и это был, конечно, авантюризм. А есть, например, в шахматах мастер защиты, например, Корякин или Крамник, которые играют в такие более фундаментальные, консервативные шахматы, двигаются от защиты, авантюризма меньше. Как научиться авантюризму? Ну, у меня это, например, наверное, это осознанное решение брать на себя риски. Осознанное. То есть, я осознанно иду всегда на риск, я понимаю, что риск колоссальный, я иду на него, потому что я логически себе объясняю. Есть такой предприниматель, владелец бренда «Экспедиция» Саша Кравцов, и он как-то сформулировал, лет 15 назад я это услышал, и с того момента у меня это осталось навсегда. Он говорит, там, где большие риски, там и большие и риски. Это так просто звучало. И это осознанное решение идти на риск, потому что вот если просто математически посмотреть на успех, математически, то он всегда сопряжён с риском. Не бывает случаев колоссального успеха без колоссального риска. Поэтому это моё осознанное понимание, вот такое логическое, даже если не хочется, даже если сжимается всё внутри, ты просто вот как по покеру смотришь, шансы есть, надо рисковать. Какой у тебя форум был такой, что ты понимаешь, что на тебе прямо штаны уже трещат? Ну, это Тони Робинс, то есть это миллион долларов гонорара, который нужно было ему заплатить. Авансово. Да, и это решение принималось вот в Доминикане, я сидел, я помню, сижу я в Доминикане за столом, понимаешь, что вот можно заплатить миллион долларов и собрать 27 тысяч, можно заплатить миллион долларов и не собрать, и 5 тысяч, потому что непонятно. Мы оценивали его аудиторию в России тысяч пять-семь, ядро, а дальше вот как продаж, удастся ли поднять хайп. И тогда вот это решение было пойти на риск. Тони Робинс стоит миллион долларов? Он стоит, если и находятся такие, как я, которые готовы ему платить, и таких много по всему миру, это первое. Второе, это очень большая аудитория, колоссальная, то есть это колоссальная аудитория, очень лояльная аудитория к нему, к его бренду. Очень платежеспособная, лояльная аудитория. Да, ответ – да, он стоит миллион долларов, потому что вокруг него собрана очень лояльная, очень платежеспособная аудитория. А есть спикеры, которые, на твой взгляд, не стоят тех денег, которые они просят? Да, Майкл Портер, который придумал вообще конкуренцию, по которой мы учимся в университетах, не стоит 300 тысяч долларов. Малком Гладуэлл, который написал книги, много книг, гений-аутсайдеры в том числе, не стоит 300 тысяч долларов. Эта цена продиктована не лояльностью аудитории, которая вокруг них собрана, не количеством людей, которым они привнесли пользу, а их скорее вот такой внутренней оценкой, которая базируется больше на эго, на снобизме таком, потому что они оба такие снобические чуваки. Ну и Кевина Спейси ты тоже нам не привез. С очень развитым эго. Да, Кевина Спейси я не привез, но по другим причинам, потому что… Да нет, ты тогда в Фейсбуке написал одну единственную причину – гонорар Кевина Спейси. Это была, да, интересная история. Сейчас будет 10 причин, почему он не привез, и помню, 300 тысяч долларов, 300 тысяч долларов или 400. Была интересная история, которую я не смогу, к сожалению, рассказать публично пока, потому что там замешана девушка, которая оказалась не очень нужна, как выйти. Ну, в общем, неважно, короче, да, потом как-нибудь расскажу. Остается за кадром. Ты сказал, что у тебя Илон Маск ассоциируется с успехом. А что такое успех для тебя вот на текущий год? Ну, так как мой забег называется предпринимательство, я бегу по дисциплине под названием предпринимательство, то мой успех выражается в цифрах. Это стоимость компании, которой я сейчас занимаюсь, которая называется Мегакампус, и это стоимость компании, это оборот компании, это прибыль компании, это параметр моего успеха, вот так ты и меряешь бизнес. Да, безусловно, бизнес у нас специфический, рынок у нас специфический, рынок называется образование, безусловно, и в этой связи, конечно, есть еще второй параметр, связанный с тем, насколько у тебя классный продукт, сколько счастливых людей есть вокруг тебя, лояльных людей, которые получили результат от твоего продукта и выросли. Безусловно, вот эти все параметры существуют, потому что мы все-таки не делаем ремонт в квартире. Если бы мы делали ремонт в квартирах или стройкой там занимались бы, или там чимчистка, то эти параметры, они не были бы настолько важны. А для нас, для людей, которые пошли заниматься бизнесом образования, параметр счастливый человек рядом, который к тебе подходит и говорит, Григорий, спасибо тебе огромное, я вырос в 10 раз, не менее важен, чем вот ебеда, такой показатель. Он приносит даже больше счастья и удовлетворения, чем ебеда и распределенная прибыль. Поэтому вот есть второй параметр – это количество счастливых и довольных людей. А первый параметр, конечно, классический бизнес-параметр – это оценка бизнеса, обороты прибыли. Ты сейчас ответил на вопрос про успех, но так, что получилось, что твой бизнес и ты очень тесно связаны. А если завтра вдруг, в силу каких-то неведомых обстоятельств, тебя берут и весь твой бизнес отбирают, что от тебя остается? Компания является очень важной частью моей жизни. Я занимаюсь своей компанией, я не знаю, я не могу вспомнить какой-то период времени, какой-то отрезок, который бы я не посвятил решению каких-то важных задач в своем бизнесе. Я не могу. У меня нет каких-то классических выходных или восьми вечера, когда я могу об этом не думать. Поэтому компания, которой я сейчас занимаюсь, это компания Мегакампус и бизнес-клуб, который мы сейчас запустили, масштаб – это важные части моей жизни, ключевые. И если у меня их всех забрать, то, наверное… Ты будешь сразу строить что-то новое. Я буду сразу строить что-то новое, потому что освободится 90% моего времени, что вы делаете в это время? Че, ну, не важно. Ну, книжку почитать. Ну, книжку почитать. Я читаю, я много читаю, но… Сейчас такой цикл в моей жизни, их немного будет, еще, наверное, два таких пятилетних, три пятилетних цикла, в которые хочется активно что-то строить. Я хочу что-то строить активно. Ты как-то говорил, что любишь одних спикеров послушать, но чаще приглашаешь других спикеров выступить. Да. И любишь ты послушать, кстати, назови своих любимых спикеров, условного, ну, я сейчас условного в кавычки беру, условного Паташова. Ну, да, Паташов, когда я организовал его тренинги по развитию интеллекта и мышления, это было, да, это было для меня очень увлекательно. Макшанов, это для меня, там, очень увлекательно по стратегии, там, Константинов, там, я не делал его тренинги, но я ходил на его тренинги, профессор Гувше, это очень увлекательно. Ну, это такие непопулярные спикеры, точно не Инстаграм-герои, у них нет Инстаграмов, да. Но надо отдать должное, что я активно работаю над тем, чтобы уровень снобизма постоянно снижать. Интеллектуального снобизма. Интеллектуального снобизма. И поэтому, когда я приглашаю 18-летнего блогера к себе на сцену, которая, там, добилась каких-то феноменальных результатов в 18 лет, я слушаю её в позиции ученика. И это, на самом деле, мощнейший драйвер для роста. Впасть в позицию ученика перед 18-летней девочкой, у которой получилось, это способ вырасти. Потому что ты не можешь вырасти, если вот сейчас там есть колоссальные темпы роста у Инстаграм-спикеров, которые, если посмотреть взглядом старого Григория Аветова, не твёрдые, не твёрдые, не фундаментальные, с пережёванным контентом, который они пересказывают примитивным языком для не очень развитой аудитории. Вот это так посмотрит на ситуацию старый Григорий Аветов. Но насколько этот взгляд поможет Григорию Аветову вырасти, потому что 2023-й – это не 2020-е, не 2019-е, и уж тем более там не 2018-е года. Это Новый год с новыми инструментами, с новыми героями, с новыми потребностями аудитории. Я не могу продолжать слушать Бориса Гребенчукова и ругать всех, кто не слушает Бориса Гребенчукова. И вот у нас всего в стране 300 тысяч, допустим, и вот мы такие все молодцы, и Д'Артаньяна, все остальные – ну не Д'Артаньяна. Это мышление не приведёт к развитию. И поэтому я работаю над своим пониманием того, как я должен относиться к трафику и к людям, и к этим героям. И я, когда вижу героя, я задаюсь вопросом – у него получилось? Почему у него получилось? Что позволило ей в таком юном возрасте делать такие продажи? И если ответы в духе того, что да, просто там показывает голое тело, плачет в Инстаграме, и плохой продукт какой-то массовый, то это неправильные ответы, оно так не работает, потому что тогда бы очень много людей получилось, потому что ты должен смотреть на героя, у которого получилось, даже если тебе ценностная база или интеллектуальный дискурс тебе кажется недостаточно подходящим. Ты должен на этого героя смотреть с вопросом – а почему у него получилось? У меня недавно произошёл… Я вот в своём бизнес-клубе с резидентами об этом работаю. Многие из них, моего возраста и старше, с таким же уровнем снобизма, они, видимо, там, ну, душнилы под душнилу собрались. Вот мы все душнилы сидим, и они мне душные все подходят и говорят – вот, там, ты позвал этого эксперта. Да, например, у этого эксперта недостаточная фундаментальная база, там, в психологии. Я говорю, ну, у этого эксперта… Это эксперт номер один в стране. Да, говорит, но я лучше. Я говорю, ну, то есть, ты лучше, но там в тысячи раз неизвестнее, в тысячи раз меньше аудитория. А почему так? Объясни. Он говорит, ну, потому что у этого эксперта такой вот массовый продукт, а у меня он очень виповый, уникальный. Я говорю, я правильно понимаю, что если ты сейчас сделаешь свой продукт хуже, то ты начнёшь зарабатывать в 100 раз больше. Я говорю, ну, welcome, да, ну, делай, как бы, сделай, будешь зарабатывать. Но мне кажется, у тебя ничего не получится. Ты сделаешь свой продукт хуже, ты будешь на том же уровне, просто хуже будет продукт. То есть, не в этом причине, ты неправильно задаёшь вопрос. Ты задаёшь вопрос, почему у этого человека, который в 100 раз больше тебя в охватах, в деньгах, в этом же бизнесе, почему он хуже тебя, ты задаёшь вопрос. А ты должен задать вопрос, почему он лучше тебя. Я сделал в Инстаграме Reels, я сравнил среднестатистического Васю с доходом 35 тысяч рублей, который работает в супермаркете. И Илона Маска со средним доходом несколько миллиардов рублей в месяц, который работает основателем компании. И я их сравнивал. Почему у этого получилось, у этого нет. Тысяча комментариев. 99% комментариев мне объясняют люди в комментариях, чем Маск хуже. Они говорят, ну, у Маска, у него там родители богатые, там, находят такое-то объяснение. Я понятия не имею, богатые, нет, да, мнение расходится. И не имеет значения никакого, потому что, ну, есть куча, там, дизрапторов и предпринимателей, героев с бедными родителями. А их ты как объяснишь? Там, Маск ходит по головам, а Вася хороший. Они уже сразу, то есть, там не было в водных, хороший ли Вася. Может, Вася носить, не было. Просто люди сразу начинают, Вася, он хороший, добрый парень. А Маск, он злый день, ходит по головам. Я правильно понимаю, что следуя этой концепции, у нас ещё в менталитете сидит, что быть бедным – это как-то лучше и честнее? Ну, это наш конфессиональный менталитет. Он конфессионального характера. Потому что святой человек, он блаженный, он убогий, он убога. Это конфессиональный наш менталитет. У нас нет такого термина, как, например, устоявшегося, как финансовое благословение, например, которое означает, что если ты благословлён деньгами, поэтому это наш такой плюс и конфессиональный, и политический, потому что союз. Деньги должны быть общими. Да, и мы действительно размышляем, а почему он лучше, не так, что мне у него надо скопировать, а так же, да всё понятно, Ким Кардашьян, всё понятно, Илон Маск – аферист, Цукерберг работает на ЦРУ, Тинькофф – мудак. Это же объяснение, чтобы не так больно было про самого себя. Да, и не больно, и легко, и дальше можешь жить спокойно с этим. Взял и обесценил всё вокруг. Да, очень легко. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, кто из спикеров мне сейчас, что мне нравятся, душнилые. Да, то есть мне нравятся душнилые, а зову я масс-маркет, и я хочу тебе сказать, что я провёл над собой работу, над своим эго и над своим снобизмом, и я учусь и у масс-маркета тоже. Я учусь проще формулировать мысль, я учусь быть понятнее для массовой аудитории, и я учусь тому, как быть понятным в Инстаграме и в любых социальных сетях. Так что я учусь и у массовых инфлюенсеров в том числе. Два вопроса, вытекающие отсюда. Первый из них – можно ли повторить чужую стратегию успеха? А второй – как правильно учиться? Чужую стратегию успеха нужно повторять, она не будет повторима в точности, но есть у нас такое упражнение в бизнес-клубе, мы его называем «маяк». Маяк – это некий референс, на который ты ориентируешься в своём пути. И если вдруг ты не нашёл маяк, то есть какая-то сложность с тобой. Твой путь, безусловно, будет неповторим, но ты должен ориентироваться на что-то. Я извиняюсь, что я постоянно к долине делаю отсылки, потому что просто так легче, но в долине каждый неповторимый герой Кремниевой долины, Стив Джобс, у них были маяки, которые во многом выступали их наставниками, герои, на которых они ориентировались. Так же, как в боксёрском зале у любого боксёра-чемпиона есть маяк. И поэтому, да, безусловно, должен быть маяк – это человек, на которого ты ориентируешься, об которого ты думаешь. Он может быть твоим наставником, который рядом с тобой постоянно находится, может быть каким-то публичным человеком, до которого у тебя нет доступа, но ты внимательно смотришь, как он поступает. Поэтому надо пытаться ориентироваться на чужую стратегию успеха, надо найти чужую стратегию успеха, которую ты копируешь, и твой опыт всё равно будет неповторим. Если ты добьёшься успеха, то где-то кривая дорога выведет тебя в какую-то неповторимую проблему, которая в тебе неповторимый рисунок твоего успеха. Так всегда будет. А второй вопрос был? Как правильно учиться? Главный инструмент учёбы – это постоянно работать над своим эго. в моём случае. Потому что вот я, например, человек от обучения, много работал с информацией, с аспирантурой. И это сказалось на моём эго. И там какой-то успех сказался на моём эго. И чтобы учиться, надо быть учеником. Ты должен засунуть себе в одно место, что ты об этом думаешь, снизить уровень эго, неприязнь возможную. И тогда обучение будет эффективным. Поэтому вот я работаю над собой с точки зрения эго. А если самый простой и общепринятый инструмент, то научился – применил, научился – применил, научился – применил. Вот почему классическое высшее образование, оно подвержено сейчас такой большой критике, потому что научился – применил, в университете не работает. Четыре года научился, а потом только через четыре года применил. Да, и не помню, что там было. Слушай, а когда вы зовёте какого-нибудь спикера типа Ричарда Гира, то чему можно у него научиться? Ричард Гир – это был спикер про духовность, который для меня стал альтернативой возможности, которую мне так и не удалось реализовать, это приглашение Далай-Ламы. Потому что когда я не смог пригласить Далай-Ламу, не смог организовать, то есть я смог его пригласить, и он даже согласился, я не смог организовать для него визу в Россию. В Россию я начал искать замену, и среди замен был Боб Турман, отец Ума Турман, один из самых близких людей в его окружении, и второй близкий человек в его окружении был Ричард Гир. И тогда я узнал, что Гиры не приглашают в американское кино, потому что китайцы ставят запрет на прокаты фильмов на своей территории с участием Ричарда Гира, потому что он буддист и близкий соратник Далай-Ламы. И это стало для меня такое, знаешь, отдушное, что ладно, если не Далай-Ламы, то путь будет Ричард Гир. То есть когда мы со стороны, ну, знаешь, там постоянно летел в прошлом этот хейт, что зачем вы зовёте таких вот спикеров, и чему там можно поучиться, то на самом деле за каждым спикером стоит очень глубокий смысл. Точно не делаю это. То есть у меня точно нет цели потратить 150 или 300 тысяч долларов просто вот… Фана для. А, давайте Ричард Гир. Красотки, я его помню, давай. Хотел с ним сподлиться в детстве, и всё. А Шварценеггер? Шварценеггер. Ну, было две причины. Первая – бизнесовая. Я понимал, что моя аудитория, аудитория форумов, 30 плюс лет мужчины, предприниматели, Шварценеггер для них триггер. Это правда. Это бизнесовая мысль. Как и для меня. Для меня Шварценеггер – триггер. Это бизнесовая причина была его пригласить. Я понимал, что он вызовет сильный ажиотаж среди моей целевой аудитории. Вторая причина заключалась в том, что я посмотрел его выступление на Nordic Business Forum, и мне очень понравился он как спикер. И у меня возникли о нём впечатления, как о личности, которые у меня появились после просмотра его лекции и после того, как я прочитал его биографию. И я хотел их подтвердить при личном общении. И подтвердил. Я после ужина с ним, мы с ним в Австрии ещё какой-то перед временем вместе катались на лыжах, я понял его причину успеха. Не томи, тут барабанная дробь была. Какова? Это человек с невероятно гибким мышлением, с очень развитым эмоциональным интеллектом, который может понравиться и очень круто продаёт. Продаёт как бог Арнольд Шварценеггер. Я понимаю, как он продавал себя, потому что он сделал невозможно. Он сделал успех кинокарьеры в эпоху Роберта Де Ниро и Аль Пачино. Так не бывает. И это был дизрапт киноиндустрии, когда появился чувак с непонятным именем, с акцентом, с мышцами. Кстати, напишите в комментариях, вы были хоть на одном форуме, где выступали звёзды, и вы там получили много инсайтов? Он продаёт как бог. В Австрии, например, был аукцион благотворительный, на который он собирал деньги. Я видел, как он продаёт. И у него очень развит эмоциональный интеллект. Мы сидели с ним за ужином, и я был удивлён тому, что он пытается в разговоре вызвать симпатию у меня к себе. Он зацепился за Армению, сказал, что его не пускают в Турцию, потому что он признал геноцид армян. И это было не обязательно. Ни разу. Деньги уже были оплачены к этому моменту, и, в принципе, они были бы оплачены в любом случае. Но это человек с очень развитым эмоциональным интеллектом, который классно продаёт, видимо, с длинной волей. И мне очень понравилось его мышление. То есть Шварценеггер... Вторая причина была мышление. Первая – бизнесовые причины. Вторая – мне нравится мышление этого человека. Мне показалось, что было бы неплохо, если бы ему удалось во время своего выступления своё мышление продемонстрировать, которое станет уроком для кого-то ещё. Если бы можно было оставить всего одного спикера. Вот прям всё. Все завтра говорят. Больше они перестают выступать, и будем слушать теперь только одного спикера. Какого ты обставил? А все перестают выступать? Да, да. То есть может только один человек остаться выступать вообще? Ну, это, конечно, я. Потому что если так, то надо, конечно, быть эгоистом. После тебя, если бы ты вот один человек. У меня есть такое имя, если честно, и я могу сказать честно, что среди маркетинговых специалистов и экспертов это тот человек, который в этом году завершил свою карьеру. Это Том Питерс. Он сказал, что больше он выступать не будет. Вот всё. Ну, ему 80 лет. Он сказал, что я, типа, буду продолжать заниматься там всё. Потому что он разный. Он даёт то, что нужно. И я всё время там ловлю... В каждом выступлении я ловлю какую-то потрясающую идею. И для меня это всегда очень важно. Мне сложно так сказать. Потому что я сейчас нахожусь в процессе эволюции сильной. И я подводил для себя итоги года по самым для себя значимым спикерам. Их очень много. И я сейчас нахожусь в постоянном движении. И вот у меня прошёл саммит. Там было там 8 выступлений, с которых 4 выступления для меня были супер важными. С каждой я взял классную идею. И сейчас будет опять саммит. И я знаю, почему я их пригласил. И я понимаю, что это важно и для меня тоже. Я не могу, чтобы остался кто-то один. Мне кажется, что лучше, чтобы осталось много людей. Тем более, что российская спикерская индустрия, российское спикерское сообщество и так очень сильно пострадало. И ряды его поредели. И вот не хочется, чтобы её поредели до одного. Хочется, чтобы, наоборот, масштабировалось количество спикеров, количество людей, которые могут формулировать мысль, быть тренд-центрами на сцене, учить чему-то на сцене. Потому что опять спикерство в какой-то момент было супермодным. И начали приезжать зарубежные спикеры, которых мы начали приглашать. И их было всё больше и больше. И вот это движение интеллекта, передача мышления, это же не должно быть менее важным и менее значимым, чем хип-хоп. А сейчас тут опять как бы... Хочется... Я говорил, моя мечта, что олимпийские на лекции собираются чаще, чем на баску условного, чем на концерт. И в какой-то момент нам удалось этого добиться. На лекции олимпийские собирались чаще, чем на концерт. Это классно. Так и должно быть. Что это даёт в целом людям? Потому что часто можно услышать критику, что все прошли там марафоны желаний, все прошли какие-то курсы, обучения и так далее. И так далее, и так далее. Но вроде бы нету какого-то квантового скачка в мышлении, нету квантового скачка в числе предпринимателей в нашей стране. На самом деле развиваемся вроде бы как будто бы обучения этого и нет. Это та критика, которую можно услышать. У меня есть там своё мнение на этот счёт, но мне больше интересно, что ты на этот счёт можешь сказать и поспорить вообще с этой идеей. Я знаю только три гарантированных инструмента роста из социального лифта, которые работают с гарантией 100%. 100% это работает. И если у кого-то это не работает, то это проблема человека. Обучение, окружение и наставники. Если ты учишься, если ты находишься в правильном окружении и у тебя правильный наставник с хорошим отношением к тебе, ты вырастешь с вероятностью 100%. Так растут целые нации. Согласен. Я вот недавно вернулся из Индии. Вся Индия растёт, потому что у них культ обучения очень развит. И у меня в жизни не было других социальных лифтов. В моей жизни у меня было всего три социальных лифта. Обучение, наставники и окружение. Все мои жизненные трансформации, все мои доходы связаны вот с этими тремя вещами. Давай сейчас вот про каждый пункт немножко поговорим. Чему учиться в 2023 году? С социальным сетям обязательно, потому что весь трафик в социальных сетях, и он там только будет расти. Очень много мыслей, смотря кому учиться и в каком состоянии, предпринимателю или нет. То есть это целевая аудитория. Предпринимателям. Предпринимателям учиться социальным сетям, безусловно. Предпринимателям учиться работа с командой, безусловно, потому что там всегда находятся резервы для развития в команде. Предпринимателям учиться взаимодействовать вообще с аудиторией через себя или через свой бренд, потому что меняется потребность и боль аудитории. У аудитории болит уже что-то по-другому, и с ней по-другому надо разговаривать другим языком. И на это есть достаточное количество курсов. И предприниматели, кстати, в моём окружении, у которых обороты 10 миллиардов в год, 30 миллиардов в год, они учатся. Учатся, как не в себя. Ходят сами, сидят и учатся. И впервые скажу это слово, я уж извиняюсь, не выёбываются по поводу того, что вот там что-то все учатся. Или почему-то этот спикер беднее, чем я. Чему он может меня научить? Я там не буду сейчас называть фамилии, многих ты знаешь, некоторые из них жители Форбс, сидит, пишет, сам лично пришёл, команду свою привёл, сидит, учится. Может быть, потому что такие люди в моём окружении, у которых бензин – это образование, обучение, интеллект. Они на этом бензине едут. Может быть, потому что вообще, ну как бы, да, поэтому вот сейчас хочется постоянно учиться вот тому, как правильно распаковывать идеи и смыслы через себя и через свой бренд, и как правильно разговаривать с аудиторией, и о чём с ней надо разговаривать. Потому что смыслы в связи с последними событиями, в последние даже два года у людей претерпели сильнейшие изменения. Это новые смыслы. Чебурашка фильм не просто так собрал шесть ярдов. У этого есть вполне понятное объяснение. Мне команда говорит, Гриша, объяснение, потому что были каникулы. Ну как бы, да? Ну давайте тогда выпускать фильмы в каникулы. Классный лайфхак. Что ж тогда все в каникулы не выпускают? Или что, это единственный фильм, который в каникулы вышел, или где еще шесть ярдов было, да? А до него та же команда сделала холоп на ярд. Та же команда. Потому что эти предприниматели, они понимают свою аудиторию, понимают их боли и понимают, как до этих проблем достучаться и как поговорить об этом, на каком языке поговорить. Вот почему такой успех у бизнеса. Поэтому предпринимателю вот это очень важно, потому что время меняется, время нестабильное, и этому можно сейчас учиться. Одна из самых частых проблем бизнеса, которые говорят, о чему надо обучаться, это, знаешь, это по-умному называется трюфельная болезнь, когда предприниматель настолько далеко становится от своего клиента, что вообще не понимает далеко, не в плане физического, а в плане финансовых преград, что он не видит своего клиента физически. Не понимает о его боли. Да, то есть не ест один и тот же хлеб. А как этому вот можно обучиться? Как вот спуститься с лифта, выйти с подземного паркинга и пойти, потому что ты все равно уже смотришь через призму прожитого денег и так далее. Шкуру содрать, вот как себя. По сути, ты говоришь про эго. Да. Ты как у себя его вот в комочек сжал и… Я набрал команду к себе в компанию, я набрал команду людей, которые вообще не знают, кто я такой. Они, им совершенно индифферентен мой опыт, потому что во время моих геройских побед… Они ходили в садик. Они ходили в садик. Ну, и для них примерно то, что я им рассказываю, это… Где-то иди спать, да? Да, да. Они говорят, где-то иди спать. Ну, вот Оветов это делал. Там где-то Союз, наверное, еще был, нам рассказывали. А может, и Империя. Как бы все это вот примерно в одной каше. Где-то Империя, Союз, Ленин, Оветов. Это про это. И ты периодически с школьного знамени встряхиваешь пыль. И я когда им рассказываю, я говорю, нет, ребят, вы не понимаете, они как бы говорят, да, но я шеф. Они говорят, да-да-да, но вижу в глазах, никакого признания нет. Сначала это злит, а потом… Потому что тебя обесценивают, но мы же мужчины, мы должны не реагировать на обесценивание. И я научился с этим бороться, я говорю, ну ладно, окей, тогда для них это вообще ничего не значит. Но тут два варианта. Либо ты работаешь над эго и постоянно меняешься, либо ты умираешь, потому что надо нащупывать всегда новые смыслы. А динозавры, как нам всем известно, они умерли именно потому что смыслы потеряны были. Нет смыслов, поэтому они умерли. Комменты тут ни при чём. Вот если ты не хочешь быть динозавром, то иди ищупай новые смыслы с новыми командами, с новым взглядом. У меня есть такой пример из музыки. Юра Шевчук. В 2014 или 2013 году он расстался со своей предыдущей командой, с которой они были 25-30 лет, и набрал новый музыкальный коллектив. В этот момент произошла мощнейшая переоценка всего звука, и появился вообще абсолютно новый звук у группы. И я представляю, как это было ему сложно. Я даже с ним чуть-чуть об этом смог поговорить. Я делал его концерт в Израиле, потому что это люди, с которыми ты 25 лет вместе. Сыгранность колоссально. Сыгранность – это братья твои, это сёстры, друзья твои, это твоя семья. И это же очень сложный разговор, но необходимый, потому что ты не можешь с этой командой прийти к какому-то новому звучанию. Ну, потому что эти люди 25-30 лет играют ритм-н-длюз, условный, а ритм-н-длюз уже никто не слушает. И вот этот сложный шаг, сложный шаг музыкальной трансформации через смену команды, возможно, вполне, что он пережил то же самое, что пережил я, потому что когда к нему пришёл какой-нибудь 22-летний ударник, он не вырос на песне «Актриса весна», он, возможно, пережил это же самое, но это стало для него толчком к следующему уровню. Поэтому вот отвечаем на два вопроса «Ак?», для меня это, например, работа с ЭГО через новую команду, через людей, которые не смотрят на тебя с открытым ртом, не обеспечивают тебе высочайшую дистанцию власти. Помнишь в книге Малком и Гладуэл «Гений-аутсайдеры», когда он рассказывал о том, что самолёты падают, потому что корейский второй пилот не может первому пилоту сообщить, что самолёт скоро потерпит крушение, потому что есть колоссальная дистанция власти, тебе могут оплюху дать. И пилоты вторые принимают решение подсознательно даже умереть, но не сообщить первому пилоту о том, что надвигается катастрофа. И вот для нас очень важно, для лидеров особенно компаний, очень важно сохранять вот это чувство обратной связи. Потому что если лидер теряет чувство обратной связи, теряет обратную связь объективную, если его окружают люди, которые им восхищены на 100%, тебе по-любому снесёт планку. Ты не можешь не снести планку, тебе 100% планочку снесёт. Если все вокруг говорят несколько лет, что ты великий, тебе верняк планку снесёт. Ты вот сейчас сказал, конечно, про вот эту тему с планкой и с обновлением коллектива новую, и я сразу же здесь подумал, насколько же это связано со страхами. У тебя вообще ощущение, что ты человек, у которого страхов нет. А как ты работаешь со своими страхами? Ну, у меня очень железные яйца. Это выйдет превью. Эта фраза выйдет превью. Брякни. Пошевели бёдрами, чтобы брякнули. Да-да-да. Я хочу показать. Поставьте, пожалуйста, лайк этого видео, так как можно больше людей сможет его посмотреть. Страх – это просто перманентное ощущение. Очень страшно мне. Утром, днём и вечером. Страшно взять на себя новый проект. Страшно, что сотрудник не выйдет. Страшно, что он выйдет. Страшнее, да, я бы сказал. Ещё лучше бы не выходил. Страшно, что попадёшь в кассовый разрыв, а бизнес в России – это перманентный кассовый разрыв. Страх – это просто неотъемлемая часть жизни моей. Я не знаю, как у остальных. Иногда, судя по инстаграму, кажется, что ты какой-то особенный кролик в лесу, а все остальные львы. Но, зная этих львов лично, могу сказать, что там кролики похлеще меня. Вопрос же не в том, страшно или нет. Страшно всегда. Вопрос в том, можешь ли ты преодолеть страх? Можешь ли ты сделать этот шаг? Я могу, потому что смыслы, которые меня двигают. Мечты, они больше моего страха. И у меня есть страх, и можно сделать шаг назад, и есть мечта и смыслы, и можно сделать несколько шагов вперёд, и там хрен пойми, что будет. Мои смыслы и мои мечты меня двигают вперёд. Это мне помогает отвечать страху не от каждого дня. Говоря про социальный лифт, первое ты назвал обучение, второе – это окружение. И часто задаются вопросом, где мне найти окружение? Практически никто не задаётся этим вопросом через другую призму, что каким я должен стать, чтобы у меня было нормальное окружение. Вот как эффективно работать с окружением? Как создать то самое окружение? В окружение можно попасть. Случайно? Не случайно, а специально. Для этого есть достаточное количество инструментов. Те же форумы – это хорошая возможность попасть в окружение, профильные форумы. Люди, которые нужны тебе в окружении, точно есть в твоих контактах, у твоих друзей, у твоих знакомых. Ты точно можешь дотянуться до людей, которые тебе нужны. Дальше они точно попадают в тебя. То есть шёл на форум какой-то, и там точно есть люди, с которыми ты можешь коммуницировать. Они есть в твоём фейсбуке в онлайне. А как-нибудь токсичным в этой коммуникации? Вот. И дальше возникает вопрос, а что мне надо делать, чтобы с этим окружением настроить коммуникацию? И тут, собственно, две вещи. Первое – ты должен в своём окружении плюнуть на своё эго, на свои достижения и также учиться у своих товарищей, как ты учишься у своего учителя. Быть внимательным, слушать их, учиться, перенимать их опыт. А второе – ты должен сократить общение с теми, кто не бустит тебя, не двигает тебя вперёд и компенсировать это время общением с теми, кто тебе нужен. Это очень сложное и болезненное упражнение. Условно я его называю «отказ от школьных друзей». И когда я об этом написал пост, меня начали обвинять в том, что я бессердечная тварь с холодным сердцем. Тони Робинс хорошо написал в книге о своей финансе о том, что в какой-то момент он понял, что ему надо поднять денег в компанию, а поднять денег он может только у инвесторов. И он обедал, ужинал и завтракал только с человеком, если этот человек инвестбанкир. И через какое-то период времени он поднял денег. Он же отказался от общения с кем-то на какое-то время. И вам тоже надо отказаться, потому что это окружение, которое может принести вам пользу. Поэтому первое – это снизить эго, снизить гордыню, слушать внимательно. А второе – это просто на регулярной основе начать с этими людьми общаться, хотя привычнее со старым другом. Что он тебя знает, ты его знаешь. Но не надо. Вот надо с новыми, от которых будет польза. Потому что человек для человека и может быть и контентом. Как сохранить здесь баланс и не свалиться в то, что ты становишься жутким циником? В окружении должны остаться люди. Их просто должно быть какое-то количество. Которые тебе дадут подзатыльник старых твоих друзей и скажут «Эй, алло, пошли играть в Sony PlayStation», которые тебя заикарят. Мне кажется, мне удается балансировать. У меня есть небольшое количество людей вокруг меня, с которыми я пойду играть в Sony PlayStation, которыми я 15 лет и больше, которым я помогаю, и они мне помогают. Но при этом каждый день я задаюсь вопросом, кто должен быть в моем окружении, кто может помочь моему главному делу. И я ему тоже, конечно, должен помочь с его главным делом. И так я формирую это окружение. И, кстати, так бизнес-клуб и появился, потому что я очень поздно почему-то к этому пришел. Но там вот по сути то, что мы делаем, похоже, что окружение больше даже помогает, чем вот горизонтально, чем вот это вертикально через наставничество и обучение. Даже это больше бустит. Я видел, я себе представлял, знаешь, есть такие, есть тусовки. Есть там тусовка криптонов, ты их сразу видишь. Да, там пустоватый взгляд, юный возраст, дорогущая машина. Не очень про смыслы, но очень про бабло. Здесь и сейчас. Там есть тусовка, там близко к ним темчиков. Мутил. Мутил, да. Барсеточка такая, значит, солнцезащитные очки, какой-нибудь Гелендваген. Ну, такие темчики нормального уровня имеются в виду. Есть тусовка IT-предпринимателей. Это вот прям вот я вижу, это и IT-предприниматель. И он с таким же идёт. Он с риатлона только прибежал просто. Да-да-да. Он в гарминах будет, да. Да, и это, значит, жилетка Патагония, потому что за экологию, потому что смыслы, и даже если очень большой капитал в жизни по нему не понять, вот, и там есть там тусовки госчиновников. Тоже сразу видно. И ты вот должен понять, да, ты в какой стае, то есть, где твоя стая, ты в какой стае. Ты так себя определяешь, хорошо, а твоё окружение, оно такое же, нет. Ну, значит, ты не в том месте сейчас находишься. У тебя была звёздная болезнь? Конечно. Как ты её пережил или кто тебе надавал по щам? Ну, по щам мне надавали практически со всех сторон. Скорее правильно задать вопрос, кто не надавал по щам, это надо найти. Я столкнулся с силой непреодолимой. Это первое. Второе, как я её преодолел, мне пришлось остановиться и переосмыслить. И вот такое переосмысление, наверное… Это после Тони Робинса как раз, наверное, да? Да, в этом периоде. Переосмысление, оно позволило мне осознать базовые ошибки, так их отрефлексировать, чтобы больше никогда не повторять. Мы с тобой несколько раз обсуждали то, что мне очень нравится концепция жизненного цикла и как она применяется в отношении человека. К тому, чтобы не дать себе забронзоветь, превратиться в что-то, что незаметно скатывается в режим спада. Ты постоянно обновляешься, ты реально новый в каждый период встреч, и ты постоянно что-то с тобой происходит. Как ты выдерживаешь этот ритм вообще, и как тебе удаётся всё время обновляться, быть открытым новому? Так как всё, что в моей жизни связано, это всё равно связано с образованием, то мне легко, потому что люди в образовании не могут заниматься этим бизнесом, если они не открыты. Вот это open mind, открытое мышление, просто элемент нашей профдеформации. Предприниматели, которые занимаются бизнесом в образовании, не можешь ты не быть открытым к знаниям. Да, критическое мышление должно быть, безусловно, это очень важно, особенно сейчас, в век абсолютного информационного профицита, но это наша профдеформация чуваков из образовательного бизнеса, быть открытым новому. И у биохакеров ключевым инструментом продления жизни в биохакинге является вот это постоянное обновление. Да, да. Я родителей очень сильно прошу постоянно обновляться. И очень для меня важно, чтобы они что-то новое читали, что-то новое изучали. Потому что это главный инструмент жизни. То есть ты живёшь, когда ты ещё что-то новое узнал, когда у тебя новая мечта появилась, и всё там, ты не можешь остановиться. Это бег. И ты должен просто привыкнуть к этому ритму бега. Ты так бежишь. Ты иногда можешь остановиться, порефлексировать, поразмышлять, как я после Тони Робинса. Но если бы я остановился года на два, а не на год, возможно, я бы уже оброс мхом и больше бы никогда уже не забежал. Поэтому короткие перерывы могут быть. Но в целом это такой ритм лёгкого бега. Ты в нём бежишь, ты привык, тебе в нём комфортно. В этом ритме ты ешь, в этом ритме ты пьёшь. Так ты построил свою жизнь. Это постоянный бег. Я хочу бегать как можно дольше. Я очень хочу бежать. Ты выгораешь? Не так часто, как мои 20-летние сотрудники. Это частая жалоба. Мои 20-летние ребята выгорают как не в себя. Месяц проработают, всё. Депрессия, выгорание, боль, страх. Я не помню, когда последний раз я так выгорел, чтобы уже всё, финалочка, чтобы на месяц хотя бы меня выбило. Но спады эмоциональные могут быть. Как ты восстанавливаешься? После эмоциональных спадов я читаю, смотрю, слушаю, разговариваю с людьми, встречаюсь со своими наставниками, черпаю от них энергию. Начинаю после эмоционального спада увеличивать количество кайфа в жизни. Кайф. Потому что я ограничиваю себя в кайфе. А что дает тебя кайф? Кайф – это вещь, которая дает очень много счастья и вдохновения. Например? Ну вот, встреча с каким-то там наставником моим, одним из моих старших товарищей, который мне рассказывает, как оно должно быть, как оно будет, делится своим опытом. Эта история мне может принести невероятный кайф. Когда ты сказал старший товарищ, я про наставников тебя хочу пытать. Обычно, когда говорят про старший товарищ, все сразу представляют, какого-нибудь чувака в погонах наверху. Знаешь, ты так вот сказал. Мой старший товарищ – это предприниматель, это его портрет, усреднённый портрет моего старшего товарища – это предприниматель, который существенно старше меня, у которого бизнес намного больше, чем мой, которого я признаю намного умнее себя. Вот как найти своего наставника вот такого? И как ему быть интересным? У меня все мои трансформации в жизни связаны с наставниками и окружением. Самые переходные моменты – это всегда какой-то человек, который в этот момент хорошо ко мне относился. Шахматная школа, первая моя трансформация из дворовой жизни в Чертаново, в шахматную школу Тиграна Петросяна, там появился мой первый наставник, это не первый, первый, наверное, это отец и мама, но первый наставник такой профессиональный, это мой тренер по шахматам. Да правда, что ты играл на нескольких досках одновременно? Все КМС играют на нескольких досках. Серьёзно? Да и перворазрядники даже играют на нескольких досках одновременно. Можно даже вслепую играть на двух-трёх досках. На пике я вслепую пару досок тоже точно насиливал. И первый наставник, я к нему попал, потому что пришёл учиться в шахматной секции. Второй наставник у меня появился, когда я пошёл работать, был мой руководитель. Третий наставник появился, потому что я читал книги, а он был издателем этих книг, и я хотел с ним познакомиться. И я с ним запустил бизнес. И когда я начал предпринимательскую деятельность, тоже начали вокруг меня появляться наставники, к которым я обращался к старшим товарищам за советом. Как в тот момент, когда я писал кандидатскую диссертацию, мне никогда никто не отказывал, когда я обращался за советом, как будущий кандидат наук, соискатель, всегда даже большие тузы, они реагировали на меня. Может, я не знаю, потому что какая-то гуманитарная вещь, или там я как-то… Я выглядел очень гуманитарно, не как сейчас. Я выглядел как настоящий гуманитарий задрот, то есть я был кудрявый с бакенбардами, и рубашка была оверсайз тогда, но имелось в виду не как вот сейчас основнее, а вот когда рукава до кисти примерно. И каждый мой наставник, он… Кто-то проходил через бизнес, кто-то через работу, кто-то через учёбу, и я всегда поддерживаю с ними контакт. Кто-то через вражду. Так как найти? Взять и написать? Да, написать, обратиться. Но чем ты докажешь свою дееспособность и потребность? Почему с тобой? И вот должна быть причина, должен быть повод. Почему? В бизнес-клубе у нас всё просто. Я им сказал, ребята, я вам даю 24 лучших наставника страны, они будут с вами встречаться каждый месяц. Я это просто организовал как бизнес-процесс, и вот у вас уже есть возможность с ними познакомиться. И они подходят, знакомятся, спрашивают контакты, спрашивают, можно ли написать, обратиться, и у них есть такая возможность. Я им дал этот лифт, я им дал этот инструмент небольшим предпринимателям с оборотом, 5 миллионов в месяц, миллион в месяц, оборот именно, они прибыли. Я им дал эту возможность, и некоторые из них пользуются этой возможностью. Вот там два дня назад у нас были разборы от наставника Цыпкина, разборы по личным историям, и наставник Цыпкин, услышав личную историю от одного из резидентов клуба, взял его историю и опубликовал в своём телеграм-канале, сделав ссылку на него. И всё, у них есть связь, у них есть контакт, вот получилось. То есть есть всегда способ дойти до наставника. Как попасть тебе в бизнес-клуб? Пройти собеседование с директором бизнес-клуба, а потом со мной, и мы примем решение взять в бизнес-клуб, если человек подходит нам, но мы много кого отсекаем, много кого отсекаем. Есть даже там рынок, ниша, в которой мы сразу отсекаем. Ну ладно, скажу, эзотериков мы, например, хотя отсекаем сразу, но там есть какое-то количество эзотериков, процентов 5 и достаточно. Да-да, чтобы их не было очень много. Не превратиться в эзотерический профсоюз. Ну да, вот, то есть если понимаем, что по ценностям попадает, не очень волшебник, а тут есть какой-то реальный бизнес, есть ценностная база, совпадает. И у нас там бизнес-клубы все как я, они все очень на меня похожи. Мы все примерно одного возраста, одинаково мыслим, одинаково размышляем, и у нас одинаковые герои, поэтому когда там наставник Хартман или наставник Стыпкин или наставник Гребенюк, это понятно, почему они, нет ни у кого вопросов. Еще важную мысль хотел сказать. Например, один из старших товарищей, который пришел в мою жизнь, он вообще пришел через конкурентный конфликт. Мы начали с ним общение через конфликт. К тому моменту для меня этот человек уже был более чем авторитетен и важен. Его зовут Рубен Варданян. Но началось общение с конфликта. И это тоже хороший повод для того, чтобы начать коммуникацию. И конфликт мы завершили, но дальше я хотел посоветоваться с ним регулярно, потому что там человек очень глубокого интеллекта, понимания, и я не знаю, почему-то они мне не отказывают. Я не знаю, почему, вот мы там недавно разговаривали с моим другом Ицхаком Петасевичем, он говорит, интересно, они как-то все хорошо к тебе почему-то относятся, ребята, к которым ты обращаешься. Я не знаю, почему, но я редко получаю отказ, если я хочу с человеком увидеть. Мне кажется, это как раз то, про что ты сказал, open-minded. То есть это вот какая-то открытость, к которой ты идёшь, и ты искренность и открытость сочетания двух факторов. Может быть, да. Может быть, потому что я там не выпендриваюсь. Как-то вот мне удаётся, я не помню случаев, когда мне нужно было поговорить с человеком каким-то, и этот человек мне бы долго отказывал. Я не помню таких случаев. Два финальных вопроса. Один про деньги, второй про ошибки. Я знаю, что у тебя достаточно специфичное отношение с деньгами в том плане, что ты их тупо вообще не тратишь. Да. Тебе не то, чтобы много надо, ты как-то мне сказал, что вот одной чёрной футболки достаточно, и вообще крутые тачки, вот эти все темы, это вообще не твоё. А тогда зачем всё это? Ведь многие идут в бизнес преимущественно для денег. Деньги для тебя не являются таким мотиватором. Большое количество предпринимателей, которые для меня являются референсами, они не ради денег в бизнесе, не ради денег, и в долине, в неприлично маленьких домах. Мы недавно с моим товарищем встречались, предпринимателем. Те, как Уоррен Баффет, да. Да-да, и он говорит, ты представляешь, Гриша, вот не я даже, не я, Гриша, не я, а вот моя женщина, вот она там сидит, девушка классная, молодая, 24-летняя девушка. Он говорит, ты понимаешь, что, Таня, ты денег тратишь больше, чем Уоррен Баффет на себя. Она говорит, кто такой Уоррен Баффет? Он говорит, неважно, ну просто ты имею в виду, что ты загуглишь, вот ты узнаешь, что Уоррен Баффет на себя тратит меньше, чем ты, и это правда. А ты на женщин много тратишь денег? Ну, я трачу, да. Это единственная твоя не скупая часть жизни, да? Ну, я не тратю, не, не единственная, я на бизнес трачу больше, чем на женщин. Ну да, это понятно. Но на себя я не трачу, потому что все мои герои не тратят. Мой герой – это не криптан в Дубае, это не герой. Мой герой – это не парень, который копит на Бали и хочет на Бали заработать так, чтобы никогда не работать, это не мой герой. И вот мои герои почему-то, мультимиллиардеры, почему-то достаточно скромны все, и я тоже скромен, мне правда цацки не приносят удовлетворения. Ты при этом любишь очень в публичном пространстве любишь сильных женщин, ну, любишь не в плане отношений, а в плане взаимоотношений и общения, ты любишь прямо сильных женщин, Тина Кандылаки, Ксения Собчак, Алена Водонаева. Что тебя привлекает в сильных женщинах? Не будем сейчас говорить о фамилиях конкретных, о тех, о которых мы бы говорили, а в целом меня привлекает доминировать над сильной женщиной. Это как раз не про этих героинь. Не про этих. Это абсолютно точно, да, я понимаю, там невозможно доминировать, Гриш, там даже близко быть. В целом доминировать над сильной женщиной… А зачем? Зачем доминировать над сильной женщиной? Тебе не хочется, наоборот, иногда, знаешь, сесть на коленке к условной Лолите Милявской и почувствуешь себя каким-то… Нет. Конечно, нет. Нет и точка, всё. Нет и всё. Ну, нет, конечно, а тебе что? Нет, не хочется, естественно, нет. Я предпочту уже… Я свой выбор сделал, я Олдовский, я вот там, вот в этих принципах, я динозавр, вот в этих принципах, и тут open mind у меня не работает, я вот из того старого, древнего. Как культуру канцелова, значит, от канцелова, значит, того мира, который, значит, отменён? Я вот больше там… Ты к колену Дулону, ближе. Это он всё время говорит, что как можно женщину не хлопнуть по пятой точке, если ты видишь красивую? Непонятно. Сейчас нас зашимят за это. Последний вопрос про ошибки. А у тебя есть ошибки, за которые ты себя всё ещё не простил? Ну, я работаю над этим. Да, я очень самокритичен. Ну, я самокритичен, значит, я не знаю, в какой момент происходит, вот я прощаю себя, что это должно быть, но я могу сидеть и душнить по поводу своих же провалов долго. Внутри себя, об кого-то есть такая проблема, видимо, требует проработки более детальной, но я достаточно самокритичен. Тони Робинс был ошибкой? Сам Тони Робинс не был ошибкой. Ну, я имею в виду мероприятия вот это, да. Ну, были ошибки в процессе согласования этого мероприятия, в процессе подготовки к этому мероприятию были ошибки, в процессе того, как я зашёл, как я взобрался на эту волну, то есть на эту волну надо было взобраться иначе, и на тот момент чувство того, в какой экосистеме я нахожусь, в какой стране я нахожусь, это меня подвело, безусловно, в силу возраста, в силу, значит, где-то эго, и это, безусловно, ошибка, которую я переосмыслил, нельзя сказать, что я её не простил себе, естественно, там она уже прожита, выводы сделаны, но в силу того, что я просто, я почему задумался, так как я ошибаюсь практически каждый день, и у меня в прошлом месяце в мае было огромное количество ошибок, я их себе ещё не простил, вот. Ну, в следующем месяце, надеюсь, майские забудутся, и я уже про июньские думать буду. Как ты дальше из этих ошибок выходишь? Потому что я знаю людей, которых ошибки размазывают, и они такие, всё, надоело, пойду в найм, не могу больше быть предпринимателем, потому что предприниматели ошибки это равно практически на самом деле. Мечта и смыслы. Мечта и смыслы помогают мне идти и совершать новые ошибки. Твоя мечта? Если бы я хоть какое-то, хотя бы небольшое имел влияние на то, что появится в каком-то определённом будущем общество, такое общество мечты, общество с меньшим количеством проблем, которые сейчас испытывают, просвещённое общество, образованное, общество, в котором нет войн, если бы я мог быть через образование, через просвещение, хоть какое-то на это иметь влияние, это была бы лучшая жизнь, которую я прожил. Спасибо тебе большое на этом прям. Хочется от души сказать спасибо. Спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.